МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Тема сегодняшней беседы – развитие Тольятти в 2019 году, результаты, перспективы. Год выдался насыщенным, было много событий во всех сферах. И, насколько я знаю, в Тограду появилась масштабная стратегия развития до 2030 года. Расскажите об этом подробнее. Действительно, в 2019 году утверждена стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года. Также к этой стратегии было разработано мероприятие до 2024 года по ее реализации. Реализация плана в 2019 году велась по всем семи основным приоритетным направлениям, которые были определены стратегией. И крупнейшими проектами развития для города станут строительство мостового перехода через реку Волга. Об этом много говорилось. Но сегодня мы можем говорить, что уже есть конкретный результат. К строительству приступили. Также реконструкция набережной Автозаводского района. И это самый, наверное, ожидаемый проект горожанами. Также строительство поликлиник, школ, детских садов. Ну и особо важным было решение ряда экологических вопросов. Ну, в соответствии с утвержденными параметрами бюджета, общий объем доходов в 2019 году составил около 15 миллиардов рублей. И общий объем расходов также 15,1 миллиарда рублей. Дефицит при этом планировался на уровне 260 миллионов рублей. Хочу сказать, что в итоге бюджет 2019 года был исполнен с профицитом. И это в новейшей истории нашего города, наверное, особый случай. И профицит составил около 218 миллионов рублей. Добиться этого нам, конечно, удалось благодаря последовательным мерам, направленным на экономию бюджетных ресурсов. В частности, благодаря проведению закупок, в основном через электронные аукционы. И город сэкономил на этом 226 миллионов рублей. Также мы продолжали снижать расходы на обслуживание муниципального долга. И я хочу сказать, что профессиональные действия именно финансового блока администрации позволили нам сэкономить по этому направлению около 90 миллионов рублей. И для этого мы в течение года привлекали как бюджетные кредиты из федерального бюджета и областного бюджета. Поэтапно снижали ставки по уже действующим коммерческим займам. Эти и другие действия позволили нам добиться хороших результатов. И, во-первых, к концу 2019 года уровень долговой нагрузки у нас снизился на бюджет на 6,6%. И при этом доходы города увеличились на 290 миллионов рублей. Муниципальный долг сократился на 145 миллионов рублей. Во-вторых, впервые за несколько последних лет нам удалось принять бюджет на 2020 год и последующие с профицитом. Ну, профицит на 2020 год был заложен около 50 миллионов рублей. Но рассчитываю, что эта тенденция сохранится и в будущем. Следует отметить также, что жители и организации города уплатили в 2019 году налогов в бюджеты всех уровней в сумме 43 миллиарда рублей. Но в городе осталось 13,5% от этой суммы, чуть менее 6 миллиардов рублей собственных доходов. Говоря о потенциале города, нельзя не сказать о том, что одним из драйверов городской экономики является территория, опережающаяся социально-экономическое развитие ТСР. И наличие этого статуса позволило нам обеспечить бизнесу льготы по федеральным, региональным и местным налогам. Ну, тем самым создать благоприятные условия для привлечения новых инвесторов. И хочу сказать, что по итогам 2019 года у нас на конец года мы занимали уверенно лидерство среди всех территорий, опережающихся социально-экономическое развитие по России. И было у нас на конец года 75 компаний, которые освоили без малого 10 миллиардов рублей инвестиций и создали около 4 тысяч новых рабочих мест. Продолжает успешно развиваться и особая экономическая зона Тольятти. И в 2019 году положительно был решен вопрос о включении этой территории в границы городского округа Тольятти. И хочу выразить особые слова благодарности и губернатору Самарской области, и всему правительству Самарской области. Эти решения позволят нашим инвесторам пользоваться всеми льготами, которыми можно сегодня воспользоваться. Всеми инструментами экономическими, в том числе возможности использовать льготы фонда моногородов. Напомню, что Тольятти является крупнейшим моногородом в Российской Федерации. Местный бюджет мы планируем получить от этих мероприятий, от перехода особой экономической зоны в границы Тольятти, около 25 миллиардов рублей, ну как минимум. Хочу сказать, что на сегодня, в апреле, уже губернаторам подписано и вступит в силу после внесения необходимых изменений решение. Изменения должны быть внесены в федеральные акты. Мы ожидаем это в ближайшее время. Ну и еще одно важное направление – развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства. И хочу сказать, что эта работа вела систему уже много лет. Мы активно занимаемся этой работой. И сегодня малый и средний бизнес в городе составляет более 95% всех предприятий города. Но приходится вот сейчас признать, что в период действия ограничений эта группа предпринимателей и предприятий пострадали в большей степени. Поэтому на уровне федеральных, областных властей, также на уровне города принимаются исчерпывающие меры для поддержки субъектов МСП. Сами предприниматели также вовлечены в этот процесс, для чего в администрации создан штаб по обеспечению устойчивости экономики города в работе, который принимает участие торгово-промышленная палата, общественное объединение, депутаты всех уровней, представители банков. В любой экономической ситуации остаются актуальными вопросы медицины, образования, соцподдержки. Что сейчас происходит в социальной сфере Тольятти? Несмотря на непростую экономическую ситуацию, за счет средств местного бюджета мы продолжаем предоставлять жителям города более 40 видов дополнительных мер социальной поддержки. И в 2019 году на эти цели было израсходовано более 147 миллионов рублей. Отмечу также, что Тольятти один из немногих городов Самарской области, где установлены меры поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Только на эти выплаты в 2019 году мы направили более 6,5 миллионов рублей. А всего социальную помощь от города получили более 24 тысяч человек, в том числе 65% семей с детьми. Основные мероприятия – это бесплатное школьное питание, это ежемесячные выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов, это компенсация родительской платы в детских садах для многодетных семей. Также это поддержка семей в трудной жизненной ситуации. И к началу 2019 года мы полностью обеспечили местами в детских садах детей в возрасте от 3 лет и старше, и на 98% дошкольников младшего возраста. Но в течение года эта работа продолжалась, и в 26 учреждениях в детских садах за счет капитального ремонта было создано дополнительно 588 мест. В том числе это 545 мест для детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, в 2019 году мы завершили строительство детского сада 116 солнечной в микрорайоне Калин на 120 мест. Получился очень красивый детский сад, и 40 мест там было ясельных. Также начали и закончили строительство долгожданного детского сада в Жигулевском море на 120 мест, и там также было 45 ясельных мест. Работа по проектированию и строительству новых детских садов в Тольятти будет продолжаться и продолжается. Если позволить ситуацию, то уже 1 июня этого года, в Международный день защиты детей, мы наконец откроем новый корпус детского сада «Ладушки» на 350 мест в 20 квартале. Ну, совершенно точно могу сказать, что это будет один из лучших детских садов в Тольятти. Мы продолжаем, и я думаю, что будем продолжать и проектирование строительства детских садов. Хочу сказать, что сейчас ведется проектирование нового детского сада на 145 мест в 14-я квартале, и до конца мая мы планируем уже получить заключение государственной экспертизы по проекту. Ну, после чего подадим заявку на финансирование федеральный и областной бюджет. Я не исключаю, что уже в этом году мы приступим к строительству этого детского сада. Еще один долгожданный садик. Мы вынуждены были пойти на повторное проектирование этого садика на 300 мест в микрорайоне Северный. Его проектирование также ведется, и мы ожидаем, что к середине года будет уже получено положительное заключение экспертизы по этому садику, и, соответственно, сможем также заявиться на его строительство в следующем году. Отдельно хочу остановиться на отрасли образования, потому что в 19 школах города у нас организована деятельность кадетского движения с охватом около 2000 человек. В состав российского движения школьников вошли 34 образовательных учреждения, это более 2500 человек. почти, вернее, не почти, а все школы города, это с охватом более 6000 человек, вошли в итальянское отделение военно-патриотическое движение Иоанна Армия. Очень важный момент патриотического воспитания. Кроме того, в 19-м году у нас 467 выпускников закончили школы с золотой медалью и получили медаль за особые успехи учения. Надо сказать, что 50 выпускников написали или сдали экзамены ЕГЭ на максимальный результат в 100 баллов. Мы гордимся тем, что лицей 57 стал опорной школой Российской Академии наук. Наши детские сады 124-й, 193-й стали победителем областного конкурса «Детский сад года-2019». Ну и важное направление работы города – это помощь ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии года, когда мы празднуем 75-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого знакового юбилея мы полностью обеспечили совместно с федеральным областным бюджетом и правительством Российской Федерации, и правительством Самарской области наших ветеранов жильем, участников войны. Сохраняется очередь по труженикам тыла, но работа продолжается, и уже с начала этого года мы 15 выплат представили труженикам тыла на улучшение жилищных условий. Ну, я хочу сказать, что мы в этом году увеличили выплаты к празднованию Дня Победы нашим ветеранам до 2000 рублей. За счет средств областного и местного бюджета мы направили 11,6 миллионов рублей на ремонт жилья ветеранов и к ним категории граждан. Хочу сказать, что большая работа проведена в 2019 году по привлечению медицинских кадров для работы в учреждениях здравоохранения города. Ну, все знают, что в апреле этого года мы открыли на территории медгородка детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Очень красивая, функциональная и современная поликлиника, оснащенная современным оборудованием. Также планируем в ближайшее время, как позволит ситуация, открыть поликлинику на 1000 посещений в смену взрослую в 2019 квартале. И в связи с этим была разработана в городе муниципальная программа создания условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти с мерами социальной поддержки для медицинских работников. Ну, во-первых, что сюда включаем мы? Это ежемесячные денежные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Специалистам приглашен для работы на высокотехнологичном оборудовании. Ну, на сегодня это специалисты по мострым коронарным синдромам. И с начала года уже 5 докторов получают эти выплаты. Во-вторых, это ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей на оплату жилого помещения по найму для врачей, первичного звена и среднемедицинского персонала. Планируем, что в этом году такую выплату у нас получат более 40 специалистов. В 2019 году в Тольятти очень активно развивалось и культурное направление. Я думаю, этому поспособствовали и год театра в России, и национальный проект культуры. Вот какие события и начинания вы считаете самыми интересными и значимыми для города? Действительно, в 2019 году тольяттинцы стали чаще посещать массовые мероприятия, учреждения культуры и искусства. И летом, например, был успешно реализован проект «Чудесные выходные» в Тольятти. По субботам и воскресеньям в парках города проводились концерты, фестивали, мастер-классы, открытые спортивные тренировки. Охват там был более 40 тысяч человек. И в числе уникальных творческих проектов можем также назвать городской фестиваль «Чудо счастья», фестиваль творчества людей серебряного возраста и «Яркий жизни колесо», фестиваль в Кубе, который проводится в парковом комплексе «История техники» имени Сахарова. Филармония провела три собственных фестиваля в 2019 году. С традиционным размахом при участии молодежи симфонического оркестра по Волжье прошел фестиваль «Классика Опенфест», в рамках которого концерты прошли не только в Тольятти, в Самаре, в Самарской области, но и в городах Привозско-федерального округа. Более 40 тысяч горожан приняли участие в Масленице, но и в традиционных праздничных мероприятиях, Дню Победы, мероприятиях в честь Дня города, празднования Нового года. Более 440 тысяч человек приняли участие в этих мероприятиях. Можно дополнительно сказать о развитии творчества благодаря национальному проекту «Культура». Наши муниципальные учреждения в 2019 году первыми в Самарской области открыли модельную библиотеку для друзей, провели капитальный ремонт Тольяттинской филармонии, где также открыли виртуальный концертный зал на 160 мест. В детские музыкальные школы и школы искусств города поступили новые музыкальные инструменты. Надо сказать, что наши учащиеся не подвели, ребята продолжали побеждать и в областных, всероссийских, и международных фестивалях, и конкурсах. Ну, а самое главное, у музыкантов Тольятти, можно уже, наверное, говорить об этом открыто, вновь появилась возможность получить непрерывное профессиональное образование в родном городе, так как 1 апреля этого года Тольяттинская консерватория получила, ну, уже долгожданную лицензию и в новый учебный год после перерыва готовится возобновить образовательную деятельность. Конечно, этому способствовала огромная совместная работа, прежде всего, коллектива консерватории, администрации города и, безусловно, правительства Самарской области. Поэтому хочу сказать всем коллегам огромное спасибо за вот такой отличный результат. Ну, отдельно хочу остановиться на мероприятиях, которые проводились в 2019 году в рамках Года театра России. И муниципальные театры города предложили зрителям у нас 27 премьер театральных, также проводили театральные фестивали, бенефисы, встречи с мастерами сцены. Ну, настоящим событием города, безусловно, для региона стала повесть временных лет, которую представил Тольяттинский театр «Кукол». Впервые в истории города постановка муниципального театра была выдвинута в соискание премии национального театрального фестиваля «Золотая маска». Как лучший спектакль, даже в трех номинациях, как лучший спектакль в театре «Кукол», лучшая работа режиссера в театре «Кукол», ну и лучшая работа художника в театре «Кукол». Отмечу, что Тольяттинский театр «Кукол» стал единственным муниципальным театром, удостоен такого высокого звания. В 2019 году Тольяттинский также стали более активно заниматься и физкультурой, и спортом. И мы сегодня можем сказать, что здоровым образом жизни занимается более 41 тысяч человек. Я не знаю, как управление физкультурой и спортом считает вот эти цифры. Я-то считаю, что раз в два больше. Ну, это мои цифры. Но я говорю те цифры, которые называют управление физкультурой и спортом, потому что они это считают более правильно. Я по своим ощущениям. Но Тольятти всегда считался спортивным городом. Безусловно. Он, в общем-то, я думаю, сохраняет эту славу. Ну да. Более 9 тысяч человек у нас в этом году выполнили нормативы всероссийского комплекса ГТО. Для чего стадион «Труд» в прошлом году, на стадионе «Труд» в Министерстве спорта была построена спортивная площадка специализированная. Также мы, около 5 тысяч человек, занялись спортом в клубах по месту жительства. И могу сказать, что у нас в 2019 году 22 такие секции действовали на территории города. И 27 инструкторов работало. В этом году мы уже планируем расширить до 90 ставок. И поэтому развивать данное направление планируем и дальше. Тем более у тольяттинцев есть отличные примеры, которые подают любителям наши профессиональные спортсмены. Ну, это и гонбольная «Лада» серебряная, призер чемпионата России. Это, безусловно, Софья Палкин, победитель Кубка Европы, чемпионата Европы по легкой атлетике среди юниоров. Это и Сергей Сухарев, чемпион России, вице-чемпион мира по плаванию среди спортсменов-паралимпийцев. Безусловно, победа Вахида Абасова известна всем, первенство Европы по боксу. И Михаил Мельник, чемпион мира по прыжкам на батуте. Софья Евдокимова и Егор Базин, серебряный призер зимней универсиады. В танцах на льду хочется пожелать Софье здоровья, скорее залечить травму. Глеб Чугунов, чемпион мира по спидвею в составе сборной России. Кстати, надо сказать, что финал командного чемпионата мира по спидвею в 2019 году впервые прошел в России. Ну, и состоялся именно у нас в Тольятти, на стадионе имени Анатолия Степанова. В прошлом году город активно готовился к юбилею, 50-летию со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ. И в честь этой даты, 19 апреля 2020 года, началось масштабное строительство социальных и спортивных объектов. Какие из них уже завершены, а какие еще предстоит завершить? Ну, как я уже сказал, в 2019 году мы завершили строительство двух детских садов, двух поликлиник. Также в течение года началось и было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Союз», где уже сейчас осваивают искусство боевые воспитанники спортивной школы «Союз». Также была продолжена работа по строительству масштабного объекта для активного досуга, комфортного отдыха горожан. Это сквер в честь 50-летия со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ. Объект сдан и полностью готов к приему жителей. Мы его готовили к сдаче 19 апреля. На территории нового сквера расположены выставочный зал, искусственные пруды, фонтан, детские спортивные площадки, благоустроенные зоны отдыха, велопешеходные дорожки. Также там есть скейт-площадка, продолжается строительство легкоатлетического манежа у нас на стадионе «Торпеда». Начали и закончим строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Акробат», спортивного комплекса на певческом поле. Там строительство ведет «Газпром». Два блока, это бассейн и игровой зал, будут сданы в этом году. Ведется проектирование центра спортивной гимнастики «Немовцентр». Проект должен быть готов в этом году, в декабре. На государственную экспертизу направлен проект реконструкции набережной Автозаводского района. Положительное заключение по технической части мы уже получили. Теперь мы ожидаем в мае получить окончательное заключение экспертизы СМЕД. И мы думаем, что до 1 июня у нас такой документ появится. Это, безусловно, один из ключевых и наиболее затратных инфраструктурных проектов, в развитии которого город рассчитывает провести с привлечением средств и федерального областного бюджета, безусловно, при поддержке губернатора и президента Российской Федерации. На стадии... На самых долгожданных, кстати. Да, самый долгожданный и самый, наверное, позитивный проект. На стадии проектирования в 2019 году у нас находились другие объекты. Например, это школа в 18-м квартале. Это хореографическая школа имени Майи Плесецкой. Ну, кстати, эта школа будет построена на территории музыкальной школы номер 4. Ну, к сожалению, вот еще раз хочу сказать, что нынешняя ситуация с инфекцией не позволила нам провести запланированные торжества в апреле и мае этого года. Но я хочу всех заверить, что и юбилей автозавода, и 75-е годовщина Великой Победы будут отпразднованы. И также и День города. И, безусловно, мы откроем памятник ожидания солдата. И обязательно состоится. Мы эти мероприятия перенесли. Как обстоят дела с автомобильными дорогами в Тольятти? Я знаю, что по данным общественников, в карте убитых дорог России тольяттинских адресов уже почти не осталось. Но я думаю, что работы еще достаточно в этом направлении. Я вам больше скажу. В карте убитых дорог дорог Тольятти нет. Напомню всем жителям, потому что каждый год в отчетах мы называем эти цифры, что у нас 863 километра автомобильных дорог в городе. И в прошлом году 15 дорог были отремонтированы. В течение года мы также выполнили комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Это требования нацпроекта безопасно-качественных дорог. Мы установили линию наружного освещения на дорогах на четырех объектах. Обустроили пешеходные дорожки искусственной неровности на 19 объектах. Установили технические средства организации дорожного движения. Это целый комплекс мероприятий. И таких объектов у нас было 54. Выполнили перенос остановочных пульвионов. Установили новые светофорные объекты. Кроме того, мы в прошлом году привели в порядок 87 дворовых территорий. Твердое покрытие дворовых территорий. Целенаправленно по решению правительства Морской области, по решению администрации города. Мы часть средств, которые нам уделяются на ремонт твердого покрытия, а именно треть, мы тратим на дворовые территории. Также мы приступили и завершим уже в этом году строительство дороги по улице Офицерской. Тоже долгожданный проект. Но эти и другие мероприятия позволили нам выполнить один из ключевых показателей национального проекта безопасной и качественной дороги к концу 2019 года. Более 65% дорог города соответствуют нормативному состоянию. И в 2020 году мы планируем сохранить расходы на дорожную сферу и финансирование сохранить на уровне прошлого года. И по итогам этого года мы выйдем на цифру 70,1%. Планируем выйти. Я думаю, это так и будет. Поэтому по дорогам вот такая ситуация. Наступает лето, и, конечно, после снятия режима самоизоляции, после его завершения, скверы, парки снова заполнятся людьми. Как преобразились эти пространства? Ну, в 2019 году мы по программе формирования современной городской среды на территории города Тольятти благоустроили 7 общественных пространств. Могу напомнить, это буферная зона вдоль улицы Родина, центральный автовокзал до порт-поселка. Наверное, самое востребовано сегодня жителями общественное пространство. Организовали парковку для отдыха на набережной Комсомольского района. Также мы установили детскую и спортивную площадку по просьбе жителей микрорайона Федоровка. Также были выполнены работы по ремонту твердого покрытия на Цветном бульваре по двум адресам. Это Кулибино-2 и Бульвар 50 лет. В октябре 24 также мы благоустроили 14 дворовых территорий. Ну и наиболее знаковым объектом в 2019 году стал итальянский сквер, который в 2018 году при голосовании жителей занял первое место в голосовании по востребованности. Но, к сожалению, наши жители сами в этом году, благодаря вандальным действиям отдельной группы товарищей, мы вынуждены констатировать, что были существенные ущербы нанесены нашему итальянскому скверу. Сейчас мы вынуждены искать средства для того, чтобы восстановить все это. Но хочу сказать, что в то время, когда отдельные группы товарищей ломают что-то, крушат все, не зная из каких побуждений, у нас есть большинство жителей, которые сами активно участвуют в благоустройстве города. И вот пример такого участия – это участие в губернаторском проекте «Содействие», в рамках которого в Тольятти в прошлом году были реализованы 7 проектов по обустройству даров и общественных территорий. Эти проекты инициированы, реализованы с помощью жителей Тольятти. 42 проекта были реализованы в прошлом году в рамках городского проекта «Наш микрорайон» по поддержке инициатив населения. И 9 объектов были благоустроены на внутриквартальных территориях по муниципальной программе, которая у нас разработана. Программа благоустройства до 2024 года. Минстрой России по результатам оценки за 2019 год признал Тольятти единственным муниципальным образованием в Самарской области с благоприятной городской средой. Я думаю, это отличные показатели. Как вы оцениваете это достижение администрации? Понимаете, есть объективная оценка. И вот Минстрой как раз руководствовался объективной оценкой. Что я имею в виду? Это и оценивались состояния дорог, озеленение территории, наличие общественных пространств, качество питьевой воды, обеспеченность жителей горячей водой, централизованным отоплением, холодной водой, водоотведением. Но и много других критериев, которые именно можно оценить цифрами, объемами и качеством. Есть субъективные оценки. Есть оценки территорий, городов по ощущениям жителей. К сожалению, вот оценка объективная, она в числе Тольятти, в числе лидеров. А есть субъективная оценка по оценке жителей. И жители считают, что мы недостаточно благоустроенный город. И тут мы находимся в нижней строчке таблицы. Вы тоже житель Тольятти. Как вы ощущаете Тольятти? Я ощущаю Тольятти по-всякому. Я вижу, что у нас положительная динамика. Вот я считаю, что моя главная задача, задача власти, чтобы вот эти оценки, они были средние, то есть они были сближены, максимально приблизить. И, безусловно, все зависят от достижения, и все достижения города, они зависят прежде всего от наших жителей. И потому именно люди – это наше главное богатство. И основной потенциал, как мы отмечали в стратегии, вот все направления, то, с чего мы начали. Вот этот потенциал позволяет Тольятти развиваться и уверенно смотреть в будущее. И я хочу сказать, что тольяттицы могут по праву гордиться своими земляками, соседями, родственниками, среди которых и лауреаты культурных, творческих конкурсов, победители школьных олимпиад, спортивные соревнования, самого высокого ранга, представители трудовых династий, профессионалы с большой буквы в различных отраслях промышленности и развития города. Ну и спасибо каждому из жителей за активность, мастерство, участие в жизни родного города. Отдельные слова благодарности хочу сказать всем нашим добрым друзьям, надежным партнерам. И сегодня, когда город и регион вместе со всей страной борются с вирусом, для нас как никогда ценно. И важно чувствовать вашу поддержку. Ну и особые слова признать, я выражаю, нашим городам побратимым, городским благотворительным фондам, крупным промышленным предприятиям и организациям, всем неравнодушным жителям. Но силы города, как и силы любого общества, в его сплоченности. Я думаю, уверен, что именно так, плечом к плечу, рука в руку, мы преодолеем любые сложности и сделаем так, чтобы наш город жил и процветал. Спасибо за беседу. Уверена, в Тольятти все будет прекрасно. Всего доброго.